Водичка у нас хоть течет, но что-то мне подсказывает, что это водичка, как это да, В общем, как говорится, первый блин комом, но, короче, обнаружила стечь, и похоже течет гофра, либо что-то такое, у нас с левого двигателя потекает водичка, сейчас будем разбираться, если не получится устранить здесь и сейчас, то потащим обратно. В общем, это оказалось не та гофра, ну, в смысле, не гофра, где идет вал, а гофра, где проходит трос, переключение, скажем так, передач, реверс, соответственно, драйв. Исполнили, ремонтик, поставили новый хомут, сейчас третий раз пускаем. Наконец-то. Ну что, господа, у нас получилось, да, наконец-то все. Как твои ощущения? 35-й. Смотри, размер какой. Столбы, столбы, аккуратно. Да ладно, столбы. Ну, мы на 35-й, нам пофиг. Начали на рассвете, сейчас, ну, немножко тучки, наверное, поэтому. А как ты это делаешь? Это же жизнь катерная. Навели вчера порядок, но не на 100%. То есть реализовать задуманное нам помешали технические проблемы. То есть была задумка все вот это вот дело отбить керхером, мыть как следует. Но керхер у нас сломался. Проблема у нас вот в этом вот включателе. Похоже, он падал в морскую воду, потому что керхер у нас живет здесь. Что уже сделано? В принципе, более-менее мы, конечно же, помыли до такого состояния, что можно двигаться. Стекла в темноте вчера мыли. Сейчас видно, как мы помыли. Ну, в общем, везде у нас тут порядок. Все разложено по своим местам практически. И переходим к устранению тех проблемок мелких, которые, конечно же, присутствуют. Первое. Это вода в кране. Ее нет. Нужно смотреть, в чем дело. Либо это насос, либо же выключатель, который находится у нас в туалете. Вот здесь. И он, откровенно говоря, вызывает у меня какие-то подозрения. Ничего не происходит. А если этот я включу насильно, то у нас будет работать вакуумная система для смыва унитаза. Но выключить ее нереально. Поэтому, я думаю, есть смысл вот это все разобрать и посмотреть, что у нас там происходит. Он с унитазом разобрался. Проблема была вот в этом вот выключатель. Видите, в одну сторону работает, а во вторую вообще никак не работает насосом воды. И, судя по всему, проблема в самом насосе. Напрямую здесь соединяем, выключатель. И выбивает у нас предохранитель на центральной панели, которая отвечает именно за работу этого насоса. Ставим галочку. Насос под замену. Пришли утром на катер и обнаружили нового члена команды. Осталось только выяснить, он претендует на роль капитана Юнги. Либо же просто я тут покататься зашел. Хватайся, хватайся. В воду надо срочно. Он что-то там еще подъедает. Приехал новый насос. Цена вопроса 100 долларов. Ну и теперь дело за малым. Поменять эту систему. И что-то мне подсказывает, мы будем с водой в кранах. Ну и не только. Унитаз, здесь уже должна быть водичка. Насос работает, вода появилась. Правда, появилось ее как-то много. То есть вот этот кран у нас, получается, не работает. То есть не открывается. Нет. А, нет, он в другую сторону работает. Все, отлично, кран тоже работает. Что у нас тут с водой? Красота. Так, все есть. В следующем. Отлично. Все. Здесь, естественно, никто помыть не удосужился. Это не то, что кажется, конечно же, с первого взгляда. Это просто вот уровень воды, который здесь был, когда лодка еще в Вегасе тонула. Это вот именно такая коричневая водичка была. Да, я хочу так думать. Я уже прям в этом период. Ну, потому что отмывать, судя по всему, придется мне. Но не факт. И следующий вопрос на повестке дня, это вот эта вот уплотнительная резинка, которая уже, ну, скажем так, померла. Поэтому ее нужно удалить и поставить новую. Новая вот такая вот. И развивая тему уплотнительной резинки, посмотрите вот сюда, вот этот вот буртик, он очень и очень маленький, то есть где-то полсантиметра. Резинка у нас идет вот так, вот так, вот так. И проходит она вот здесь, через вот эти вот технологические, скажем так, выемки петлей капота. Да, мы называем это так. И резинка по нему не проходила. То есть вот здесь вот свободно у нас вода попадает. То есть с двух сторон вода, когда течет, вот они сливные отверстия, в которые она теоретически должна попадать. Но она туда и попадает. И, соответственно, если идет перелив, она радостно попадает и вот сюда, в двигатель. Вон, видите, там был дождик и стоит чуть-чуть водичка. Ну и, соответственно, все двигателя тоже в воде. То не есть хорошо. Ну, резинку я, наверное, буду клеить вот сюда. Получилось красиво, но мало. Да, кстати, вот эти вот все равно не закрывают. Нужно будет сюда что-то колхозить. Сюда, сюда и, соответственно, вон туда. Нужно еще заказывать из этой резинки. Что-то я просчитался. Маловато заказал. Не хватило. Чуть-чуть. Думал ли я о том, чтобы зарабатывать другим способом? Конечно, думал. Особенно вот такие моменты. И думается, безусловно, о сфере IT. Тем более, что с современными возможностями можно начать свой путь в этой сфере с абсолютного нуля. Допустим, прямо сейчас есть интересное предложение от образовательной платформы Skillbox. С курсом Python разработчик. Этот курс подойдет всем, у кого нет опыта в IT. Здесь можно освоить один из самых популярных языков программирования с нуля. И стать востребованным специалистом за 10 месяцев. Даже если никогда до этого не программировали. Сама же образовательная платформа Skillbox имеет достаточно высокие оценки и положительный отзыв. Собственно, неудивительно. Ребята успешно обучили уже более 150 тысяч человек по всему миру. По статистике, 88% учеников находят работу еще до окончания обучения. И это неудивительно. Ведь курс построен с сильным акцентом на практику. То она составляет 75% от всего содержания курса. В процессе обучения вы нарабатываете портфолио из 4 крутых проектов. И самое главное. Карьерный центр Skillbox помогает вам составить качественное резюме и найти свою первую работу в сфере IT. А если вдруг сделать это у вас не получится, Skillbox вернет вам деньги за обучение. Кстати, в Skillbox сейчас проходит новогодняя распродажа. И на этот курс действует максимальная скидка 60%. Так что ссылку на курс я оставлю в описании под этим видео. Переходите, изучайте всю информацию и начинайте свой путь в сфере IT вместе со Skillbox уже сегодня. Теперь тоже панель приборов, но на 35-й. У меня к ней два вопроса. Первое. Это не работает эхолот. В наших условиях, когда мы ходим по каналам, а каналы очень мелкие, это прям очень важный прибор на самом деле. Поэтому начнем, скажем так, с головы. То есть посмотрим вообще приходит на него питание или нет. И что с ним происходит изнутри. Потому что он вообще отказывается включаться. Это первое. Второе. Так как ходим зачастую по каналам, то есть где два двигателя в принципе не нужны по определению. Да, можно вполне справляться и одним двигателем. И получается следующая картина. Датчик топлива привязан на левый двигатель. А бензобак здесь один. Гидровусилитель привязан на правый двигатель. И так как с гидровусилителем ходить однозначно ловчей, поэтому ходим в основном на правом двигателе. То есть нужно датчик топлива переместить на правый двигатель. Слева на правый. Такая вот задача, поэтому начинаем откручивать и будем смотреть, что вообще мы имеем в данном случае. Ну, либо же не имеем. Здесь мы уже сразу видим, что штатный минус идет, вот он штатный плюс идет. Но на самый холод получается плюс идет откуда-то совершенно с другого места. Вот это вот слегка как-то странновато. То есть это явно не штатный провод. Откуда он идет, это мне нужно разобраться. Ну, либо же вообще нафиг не разбираться, просто подключить так, как оно должно быть и лапрот закрыть. Смотришь порой на вот это вот огромное количество прокинутых в хаотичном совершенно порядке проводов и приходит понимание, что ты ни хрена не понимаешь, что, куда, зачем. В общем, пытается разобраться. Подкинул я плюс на холод, он идет дурным голосом, показывает какие-то вообще непонятные значения. Короче, не работает. Сейчас задача номер два. Перекинуть датчик, указатель топлива. Ну, с этим, я думаю, разберусь. И тут еще попутно я бы находил просто вот очень много проводов, которые, ну, то, что они вот соединены вот таким вот образом, это ладно, это у нас идет на прожектор на передний. И вот тут бывает непонятно. Смотрите, вот видите, что-то подключено, что-то одновременно отключено. Откуда они отключены, это вот прям хороший вопрос. Или они никогда не были подключены, все по всему. Короче, задача разобраться и не сломаться. Если долго мучиться, что-нибудь получится. В общем, этот у нас работать так и не будет за ненадобностью, потому что у нас работает вот этот вот. Во-первых, это эхолот, во-вторых, он показывает скорость, третьих, температуру. Ну, в общем, много у него всяческих полезных пунктов, и я еще сейчас во всех не разобрался, но интересно будет поговорить. Это, соответственно, не будет работать так с топливом, практически разобрался с этими вот проводами. Да, нашел, кстати, почему у него не было питания, не знаю, почему-то было просто отрублено. Проводки были просто перекусаны. Караух. Если честно, то говорится вот с этими вот проводами, с проводкой, это прям не мое. Чяжко мне это дается. Но это еще не все проводочные дела, которых я коснулся. Смотрите, я установил вот сюда вот такую вот панель управления светом. То есть, это вот переключатели. Свет, во-первых, здесь я установил один фонарик, а второй, соответственно, с этой стороны. И третий фонарик, он у нас был, который освещает вот эту вот палубу. Стол и за палубой, туда далеко, он достаточно мощный. То есть, если мы его вперед поворачиваем, то он добивает вот этого понтона, который на той стороне стоит. И кнопочка на него, включить-выключить, была пристроена где-то вот здесь. То есть, когда мы вот эту вот крышку потеряли, в процессе перевозки этого катера с Вегаса сюда во Флориду, это мы ее проморгали. Да, этот свет остался без выключателя. Поэтому колхозить выключатель сюда, где он был изначально, я не захотел и перенес его сюда. Работает это следующим образом. Раз, горит. Два, горит. Три, не горит. Пока еще, потому что у меня не было проводов для того, чтобы прокинуть их отсюда вот туда. Да, я еще, честно говоря, не понимаю, как я это буду делать, но глаза боятся, как говорится, руки делают. Протянул. А что здесь мы имеем? Две вот таких вот USB-шних зарядочки, ну и как бы стандартная под прикуриватель. Ну и, соответственно, вольтаж показывает. Почему я установил это именно вот на этом месте? Ну, во-первых, как бы легко управлять светом, находясь здесь. Да, подошел, включил, выключил. Что тебе надо? И следующий момент. Да, с капитанского места. Да, назовем это громко, вот это вот место, штурвал управления, капитанское место. И отсюда я легко и непринужденно дотягиваюсь. Ставить его вот сюда на панель. Как бы вроде место есть, но я не хотел, во-первых, портить эргономику, ну и, во-вторых, опять же-таки объясняется эта легкость у того, что можно подойти вот отсюда, вот включить и выключить свет, либо же поставить что-то на зарядку. Работаем, господа, работаем. Да, 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 на катере всегда есть чем заняться. И, наконец-то, у меня дошли руки до генератора, который у нас не желает запускаться. То есть стартер. А вот и мне там искра есть. Питание на вот этот бензонасос, назовем его, так есть. Он работает, я его проверил, что-то с топливом. Короче, и смотрите, тут какая ситуация. Видите, вот этот фильтр, он закольцован, получается. Но это фильтр как раз-таки для генератора. Вот идет шланг, топливный сюда вот выходит. И он, по идее, должен идти вот сюда на фильтр. И уже с фильтра, соответственно, идти на генератор. Но это делал не я, это так и было. Не знаю, что за причина. Видимо, это была веская причина, скажем так. Занимаюсь дальше. Сейчас я хочу проверить, что у нас здесь с бензином. Либо вот здесь открыть, либо же прямо вот здесь. И посмотреть, что у нас происходит. Снялся этот шланг только так, как и многие вещи вообще морские снимаются. Не так легко, как хотелось бы. И что мы имеем с бензином? Мы имеем только запах. Бензина здесь нет. А это значит, что либо у нас проблема вот здесь. Ну, либо же у нас все-таки проблема вот с этим вот насосом, который как бы типа работает. Но на самом деле он не качает. Одно из двух. Если вот так, вы поняли, как то бензин поступает. Значит, проблема у нас все-таки в этом вот насосе, который совершенно не насос. Он как бы работает, издает какие-то звуки и все. У меня тут есть чуть бензина в бутылочке. И мы сейчас экспериментальным путем проверим, работает ли насос или же нет. Поехали. Что-то мне подсказывает, что не работает. Есть еще один нюансик. Смотрите, вот это вот вроде бы это фильтр. Сейчас следующий этап. Нужно мне его снять и посмотрим, что у нас там внутри. Работаем, господи, работаем. Сказано, сделано. Излег я его. Но он как бы продувается. Он чистенький внутри. Все нормально. Я даже не понимаю, фильтр это или нет. Не важно. Важно то, что определили проблему. Проблема это вот этот вот насосик, который типа работает, но на самом деле не работает. Если вы все еще верите в хваленое немецкое качество, то я предлагаю вам посмотреть вот сюда. Что мы тут имеем? Соответственно, мы имеем шторку боковую системы безопасности, которая прикручена, соответственно, на болты. На два. Один здесь, второй, соответственно, здесь. И с той стороны кузова имеем гарик, который, по идее, у нормальных производителей приваривается. Так хорошо приваривается к кузову. Здесь же она не приварена. Она приклеена, наверное, на сопли пьяного бургера. Как-то так. Но что здесь, что здесь, они просто срываются вместе с болтами. Вот такая вот система здесь открутилась только. Так, такая вот история, господа. Разобрать все аккуратно. Ай, еще та затея. Но процесс идет, сто процентов. Почему таким варварским способом, спросите вы? Да потому что болгарке неудобно, то есть срезать в болтике. Куда просто не подлезть. Есть шанс просто зацепить шторку. Во-вторых, высверливать, ну, естественно, сами понимаете, не вариант. Ну, а в-третьих, да я просто хочу вот это вот так, на ротком. Можно пройти, спать? Бывает. Ну, а теперь 37-я. Я понимаю, как это выглядит. Кусочек здесь, кусочек там. Но так оно и происходит в реальности, когда мне приходится работать одновременно на нескольких объектах. 35-я у нас стоит там. Это у нас 37-я, что уже сделано. Но поменены все динамики. Поменена стереосистема и музыка сейчас здесь просто огонь. А чем я сейчас тут занимаюсь? Подкапотное пространство. Мое, хотел сказать, любимое место. Сабвуфер, посмотрите какой. В общем, музыка здесь качает вообще просто. А чем я занимаюсь? Система охлаждения левого двигателя. Которая у нас почему-то получает перегрев небольшой. Пытался я посмотреть. Точнее, не пытался даже. А я это, собственно говоря, и делаю. Есть подозрение, что крыльчатка на помпе умерла, и она не качает. Но нет же, оказывается, все нормально, все качает. Звуков нет никаких посторонних. В принципе, особой какой-то грязи я тоже тут не нашел. Но вот такая вот жидкость такого цвета была залита в системе охлаждения. Знаете, что она прям грязная-грязная, хлопьями прям оттуда бы уваривалась бы? Нет, этого я не могу сказать. Поэтому следующий этап. Снимаю сейчас все патрубки, которые можно снять. Посмотреть, что там у нас происходит. Ну и следующий этап. Залью нормальный антифриз, залью его сюда. Не тот, конечно, что Volvo Penta рекомендует. Возьму какой-нибудь червуалетовский. Что-нибудь такое густое по консистенции. Запущу двигатель, соответственно, буду пробовать. Будет ли перегрев или нет. Ну, в общем, такой вот незамысловатый план, господа. Так, и одновременно мне надо поправить вот этот вот шланг. Планг с выхлопной системой, по которому выходят выхлопные газы, соответственно. Ну и, конечно же, забортная вода, которая собирается вот этой вот помпой. Ну, с охлаждением забортной воды у нас все, в принципе, отлично. Единственное, была вот здесь небольшая течь. И поэтому шланг я хочу подвинуть вот сюда, чтобы устранить течь. Потому что пробовал потянуть хомутики, бесполезно. Ну и работаем, господа, работаем. Эпопея генератора продолжается. В общем, то я решил с этой помпой. Я ее подергал туда-сюда, постучал, и она, в принципе, заработала. То есть она начала качать, видимо, что-то там подзакисло. А в следующий момент. То есть у нас, получается, топливо доходит до карбюратора. И в поплавковой камере тоже был бензин. То есть я его сливаю, и он идет дальше. Найсно дальше. Здесь у нас стоит на поплавковой камере вот такой вот клапан электромагнитный. И он не работал, был закисший. То есть я его чуть пошевелил. Он вот здесь вот прямо, знаете, жестко пошел. То есть я его туда надавил с усилием. И все. Теперь он работает. Вам сказать, сколько мне это время не завело. Ну, где-то день. Но, повторюсь, это очередная проблема, до которой я дошел. То есть сейчас я соберу все это на место и будем пробовать. То есть я полностью снял все кожухи, полностью оголил, снимал карбюратор. Кстати, почистил жиглера. Потому что если я кидаю топливо напрямую в впускной, скажем так, корректор, в карбюратор, то как бы генератор заводится. То есть это 200% ему не хватает топлива. Да, конечно же, питание на этот клапан идет. То есть я начинаю крутить стартером, питание подается. Но и клапан был закисший, это вот прямо 100%. Поэтому сейчас собираю все назад и будем посмотреть. В принципе, все собрал. Сейчас будем пробовать. Ну, вы знаете, это уже прям успех. Да, я, как и говорил, всю эту схему я сделал так, как она должна быть. То есть все это идет через фильтр у нас. Работает, но недолго. Ну, это я его уже заглушил. Ну, то есть все, в принципе, еще один вопрос решен. Собираем сверху кожу, проверяем, если есть на масло. Антиприз в системе охлаждения. Все, ныкну еще раз. Да ладно, ну давай. Работает. Ну, что так? Как-то мне кажется, что ли, оборотов у него многовато. Ладно, это уже мелочи, это разберемся. Ну, а как оказалось, это не все. То есть генератором еще не закончено. Смотрите. В какой-то момент я понял, что у него нет охлаждения. А оно должно быть. Охлаждение, в смысле выхлопный газ. А вот глушитель. Труба. Соответственно, и подход воды. Заборный. Вот с этого крана он забирается. Разобрал. Увидел. С крыльчаткой у нас вот происходит следующая ситуация. То есть она, скажем так, разложилась. Поэтому нужно поменять крыльчатку. Ибо без охлаждения так себе вариант. Приехала крыльчатка. Цена вопроса 22 доллара. И безусловно, я чуть ранее оговорился. Конечно же, это не охлаждение в выхлопных газах. Это система охлаждения выпускного коллектора и, соответственно, выпускной системы. Включая вот эти вот шланги. Видите, по которым идут выхлопные газы в перемешку с водой. Вода, соответственно, заборная. И она закачивается вот этой вот крыльчаткой. Такой ответственный момент. Мне ее нужно установить. Все собрано. Крышечка осталась. Но ее пока не буду ставить. Нужно убедиться, что здесь у нас не будет течи. В общем, запускаем генератор. Течи нет. Ну и самое главное, нужно посмотреть, есть ли вообще охлаждение. Да. Вот теперь работает. Все. Мы теперь с генератором. И можно еще в этом вопросе поставить такую большую галочку. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok